Всем мой пламенный привет! С вами снова я, и с этого ролика я вновь продолжаю следить за новинками. И фильм, который мне повезло начать под рубрику «Свежак» — это «Эксперимент Белка» или «Эксперимент Офис» в нашей локализации. Это, пожалуй, один из немногих случаев, когда от себя титан локализаторов себя оправдывает. Почему же повезло? Да потому, что это один из лучших фильмов ужасов за последнее время, которые я видел. Подчеркиваю, который видел я, а я много чего пропустил из того, что потенциально могло бы мне понравиться. Если знаете хороший хоррор, вышедший за последние пару-тройку лет, напишите о нем в комментариях, с интересом его посмотрю. Перед просмотром «Эксперимента Офис» я специально не смотрел трейлер и даже не читал описание, давая фильму шанс самостоятельно меня заинтересовать. Название, конечно, вызывало ассоциации с такими трейлерами, как «Эксперимент», «Экзамен», «Эксперимент», «Повиновение», поэтому и ожидал я прежде всего психологическую жесть. Но психологизм тянулся, тянулся, а потом вдруг сменился бойней за выживание в духе пятой пилы. Только намного масштабнее, ведь по сюжету в здании оказалось заперто 80 человек. Знаете, без спойлеров про фильм рассказать не получится, поэтому, если не хотите испортить себе просмотр, сделаем так. Я предупреждаю, что сейчас будет спойлер, а вы выключайте звук на время, пока горит предупреждающая надпись. Итак, первый спойлер. В конце стало ясно, что на первом месте среди похожих фильмов должна быть «Королевская битва». Но если внешкольников сразу предупредили, что в конце останется только один, то в «Эксперименте» к этому подвели только ближе к концу. Далее, о чём хочется поговорить, это актёры и персонажи. Единственный знакомый актёр – Мако Рукер, играя здесь слесаря. Невозмутимого мужика, который всегда знает, что делать. Спойлер номер два. Именно такой тип должен был дожить до конца, если бы не оказался первой жертвой. Причём от рук напарника, который оказался истеричкой. Вот в том, что он первый слетит из катушек, не было никаких сомнений. Уже потом я подсмотрел на кинопоиске, что из известных актёров тот мужик из клиники и жена из Кабара из Барыг. Но я не смотрел клинику, и Адрия Архона тут совсем не похожа на Хелену, поэтому мне простительно, что я их не узнал. Но их персонажи тоже запоминающиеся, особенно благодаря противостоянию между ними. Кроме того, одним из ярчайших образов фильма получился укуриный наркоман. Может, так и у него и поменьше, чем у Нарика из Хижины в лесу. Ты не видишь то, чего не хочешь видеть. Но тем не менее, в критической ситуации местный укурыш ведёт себя вполне логично и находит интересные решения, впоследствии влияющие на концовку. Ну и, конечно, главный герой и главный злодей. Злодей здесь циничный начальник, который сразу, как почуя угрозу, начал собирать вокруг себя бригаду карателей. А герой, само собой, парень, который всю дорогу загонял про человечность и всё такое. Спойлер номер три. Что в итоге не помешало ему завалить босса. Остальные – типичные образы для подобной истории. Поехавшие маньяки и их жертвы. Ну и массовка пушечного мяса, чтобы ощущалось, что в здании 80 человек. Концовка фильма отдельно запомнилась, хоть я и ожидал большего. Спойлер номер четыре. Мне казалось, что, как и в пятой пиле, кажется, что все могли выжить, если бы нашли правильное решение. Но нет, тут всё более прямолинейно. Независимо от решений, принятых участниками бойни, в конце должен был остаться только один. Что мне запомнилось, так это цинизм руководителя эксперимента, поэтому меня дико обрадовало, как поступил в итоге выживший. Спойлер номер пять. Хотя непонятно, почему его чип тоже не взорвался, когда он все тумблеры одним махом повернул. В итоге имеем отличный ужасик о низменной людской природе, в котором хоть и преобладает кровавая жестокость, но есть место и рассуждением о том, как сильно меняют людей экстремальная ситуация. Особенно вспоминая то, какими герои были в начале и видя то, во что они превратились в конце. А на сегодня всё. Благодарю за просмотр и до новой встречи. Аня знает, что в конце концов каждый будет сам за себя. Человек-человек-кубал! 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 Человек-человек-кубал!